Гонка одна, а призов много. Победители традиционных соревнований клуба «Носеткино» в этом году получили награды от сельского поселения Ново-Харитоновское. Совместить мероприятие пришлось из-за морозов, которые 8 января достигли 27 градусов. В прошедшее воскресенье проблем с погодой не было, поэтому приехали практически все, кто заявился. Заявилось заслуженный мастер спорта, 5 международников, 36 мастеров спорта, 36 кандидатов. Но вот я посмотрел сейчас по стартам протокола, не все участники. Но мы, как правило, знаем, заявилось 206 человек, но процентов 20-30 уже из практики не бывает на соревнованиях. Во-первых, параллельно много стартов разных. Кто-то заболел, в частности Олега Завьялова, заслуженный мастер спорта. Она у нас сейчас работает, она хотела сегодня бежать, но заболела, позвонила, не смогла быть, простудилась, насморк, ну, понятно. Гонки прошли на лыжной трассе «Келья-3», которая находится на первом километре поворота на поселок имени Цурюпы. Дистанция подготовленная, интересная и любимая спортсменами. Многие из них бьют здесь рекорды уже не в первый раз. Все отлично здесь, каждый год сюда приезжаем, очень нравится здесь. И в прошлом году, и в прошлом году были. В общем, призы хорошие все время. Так, в целом, все положительно оцениваем. А что самое тяжелое на трассе, какие участки даются? Самое тяжелое, это было в конце два подъема, которые очень крутые были. А так, в целом, все нормально. Более-менее пологие, не очень крутые, только вот в конце два тяжелых, а так все хорошо. Трасса сильно пересеченная. У нас шесть подъемов, шесть спусков и, как в полыжной терминологии, четыре пупка. То есть, шесть подъемов довольно крутых. Вот как вот первый, вы на нас посмотрите, сейчас, может быть, сходите туда с камерой. Вот. И четыре пупка. В общем, практически ровного места, ну, практически нет. В одном месте, может, метров 300. А так, везде спуски, подъемы, все. Вся трасса находится в Сосновой, Еловом, Бару. Вот, практически ветер нам никогда не страшен, метель нас тоже не пугает. Вот вы даже обратили внимание, даже старт и полян у нас, в общем-то, вся в лесу. Я бываю на многих трассах Московской области, но это произвело на меня очень большое впечатление. Очень хорошая подготовка, погода хорошая. Я, наверное, не раз еще приеду к вам. Большое спасибо организаторам. Время свое оцениваешь. Вы знаете, я сделала все, что могла. Получила удовольствие от трассы. И все, что было, я оставила на трассе. Самому опытному лыжнику на прошедших соревнованиях 69 лет. Самому молодому – 18. Всего участвовали 11 возрастных групп. Три у женщин и восемь у мужчин. Тяжелее всего, наверное, это разгон. Войти в тот ритм, поймать тот темп достаточно тяжело. Потому что погода влажная и из-за этого продышаться тяжело. Как оцениваешь уровень соперников? Ну, сейчас у меня такой возраст уже юниор. Я считаю, что каждый готовится как может. И должен надеяться и рассчитывать на тот результат, который он хочет показать. Поэтому соперники все настроены серьезно. И никто поблажек давать не будет на гонке. Как результаты оцениваешь свои? Ну как? Конечно, хотелось бы лучше. Но как есть, как готово. Внимание участников. Просто, конечно, приготовлено. Очень качественно. Хороший, рабочий. Круг быстрый. Ну, эмоции хорошо. Хорошая трасса. Все отлично. Погодка сегодня радует. Ложня, как обычно, супер. Организация тоже. Как получилось, если были какие-то сложности? Ну, были небольшие сложности из-за того, что болело. Пропустила почти весь этот сезон. Так планировала, конечно, поворотиться за призы. Но не в этом году. Для большинства участников в ближайшее время предстоят областные соревнования. Новые трассы и соперники. Ну, а пока в копилке победителей появились награды, оформленные в технике «Гжель». Андрей Милентьев, Сергей Григорьев. Для программы «Городские вести». Продолжение следует.